Шаманизм 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 И вот я, как мы, как представители монголоязычного народа, для нас это, нам очень приятно на это смотреть. И, соответственно, у нас появляется еще большее желание показать и рассказать о нашей земле. Вот, это, ну, видно сразу, с момента, с первого знакомства в глазах это уже чувствуется, да, и это очень радует. Мы организовываем духовные туры по Бурятии и Монголии, и в основном приезжают якуты, и они очень духовно развиты, в отличие от туристов, которые приезжают, да, от других регионов. Да, правильно Лена сказала, что вот ко всем ритуалам они относятся с уважением. Например, вот у нас есть тур, как бы, поездка в Шамбулу, энергетический центр «Мир Шамбулы». Это один из сильнейших энергетических центров мира. И вот в этом центре есть очень много разных обрядов, не только вот буддийских, но и вот связанных, как шаманских таких, да. И вот нужно делать всё правильно. И якуты, когда приезжают, они делают всё, вот как мы скажем, с уважением, с почтением. И мы очень сильно радуемся этому. Это якуты, которые люди, они вот, ну, очень, этот, с душой ко всем относятся. Это уже, этот, видно во всех их поведениях, да. Вот они уважают наш, этот, да, вот эту, нашу, как говорили, и потом они, вот эти обряды, которые мы, как бы, они приезжают с целью, вот мы помогаем им выполнять их желания, получается, да. Вот, они поэтому очень рады нам, когда мы им помогаем, вот. Они сначала приезжают, ну, каждый, любой человек, приехав в другую страну, у них бывает такое, этот, как сказать, этот, ну, неуверенный, не самоуверенный бывает же, да. А когда вот это, они вот идут по этим, ну, по монастырям, они раскрываются, у них заполняется аура. Вот они тогда вот набирают силу, да, потом ещё энергию забирают. И потом они вообще расцветают прямо на глазах, у них, они становятся такими сильными. Вообще, такое, они, у них такие задатки от Бога, вот я так скажу. Они такие, вообще, все такие, ну, душевные, интеллектно развитые, вот такие молодцы вообще, люди, которые живут на земле, Саха. Это, это же, как сказать, это же непростая земля, она получается очень, так, экстремальная земля же, да. Выжить на этой земле, потом ещё соблюдать эти правила, это тоже могут только самые сильные, вот это, самые отпорочные, я так скажу. И вот это нам очень понравилось, потому что люди относятся с таким умом, да, вот, они, так они стараются, они так выполняют от чистого сердца, поэтому они же вот это, и вот, ну, им там трудно бывает, ну, там этот, очень трудно, иногда задание выполняется, да, но всё равно, вот, вот, они знают, что счастье не приходит даром, вот, да, и они вот все проходят все эти сервисоспитания, вот это. И мы очень тоже благодарны, и они развиваемся, и мы развиваемся тоже вместе с вами, вот. Вот такая у нас миссия. Выполняя высокую миссию шамана, Бахсы Барахай проводит работу Алгыс Благословения по защите и облагораживанию. Очищению и оздоровлению природы, укреплению благосостояния своего народа и мира на земле. Примечательно, что с целью сохранения и возрождения традиций и обычаев Бахсы Барахай начал курс наставничества, где он щедро делится древними сакральными знаниями. Узнала и познакомилась я с Юрием Павловичем, когда Саяна и Мария Прокопьевна пригласили меня работать вместе. Тогда вот мы познакомились впервые, и это было в 2020 году. Это было в 2020 году. И вот за это время, то есть в каждом ретрите нашем, в каждом туре, я, так сказать, наблюдала за ним, знакомилась с ним. И вот уже спустя очень много туров совместных могу сказать, что Юрий Павлович — это уникальный человек, уникальный шаман. Он однозначно уже в истории народа Саха. О нём сейчас... Он настолько сильный, что о нём будут говорить ещё после него, да, ещё очень-очень много веков. Наши потомки однозначно будут знать о нём. И это большая честь для нас — работать вместе с ним, находиться рядом с ним и, находясь в его поле, так же трансформироваться, как и все наши любимые ретритовцы якуты. С Юрием Павловичем мы познакомились в далёком 2013 году. Мы познакомились через интернет. Я жила в Монголии. Он, получается, мне написал по поводу шаманской атрибутики. И первый раз приехали в 2014 году. Мы встретили. И первый наш ретрит уже состоялся в 2015 году. Всего, в общем, мы организовали 14 ретритов. Юрий Павлович, что он, можно сказать, такие рождаются один на миллион. И как же повезло народу Саха, что вот есть такой шаман. Мы, я вот на своём пеку, можно сказать, да, небольшом, работала. Ну, со многими шаманами мы работаем с туристическими компаниями. И таких, как Юрий Павлович, не было нигде. И как он отдаётся работе, как он помогает людям. И эта помощь, она бескорыстна. И его доброта, его энергетика, она как бы сразу видна. И мы, правда, нам очень повезло, что мы работаем вместе. И он мой брат, мой добрый друг. Я его очень сильно люблю. Знаю Юрия Павловича с 2014 года, 15 годов, да. Получается, тоже вот все эти 14 ретритов тоже я с ним поработала. Вот. Он вообще такой человек уникальный. Да, по всему миру. Вот. Ищут у него разгадки, да, помощи. Вот это все идут к нему. Но он такой отдача, он вот это бескорыстный. Он всё делает для себя во благо всего самого живого существа, самого благополучного он делает для людей. Ну, ему же трудно, мы видим, вот, как ему достаётся после этого. Но всё равно он такой вот, всё делает во благо человечества. Поэтому у нас такая большая честь работать с ним вместе. Мы идём по, как бы, по указанному ему пути. Вот. Поэтому, вот, во всём он помогает. Поэтому я очень благодарна. Хочу даже поблагодарить ещё раз вот его. Давайте послушаем мнение наших гостей о пребывании в Якутске. Раньше я слышала, вот, самое главное слово, потому что для меня было, значит, ленской столбы. Вот. Мне даже был подарен такой кулончик. И там было такое, ну, где ленская столба. Вот. Что-то такое мне так притягало ленская столба. Вот. Наяву я увидела вообще в восторге от этого увиденного. Такого мощного, как русло реки вообще. Я вообще после Днепра не видела. Вот. Мне очень понравилось вообще. Очень хотелось посетить Якутию. И когда нас пригласили, мы были безумно рады. И были в восторге вообще от всей нашей поездки. Как сказала Мира, это, конечно, ленские столбы. И меня зовут Лена, и река Лена. Конечно, еще со школы, наверное, я тоже мечтала побывать здесь, в Якутии, увидеть своими глазами Лену. Да. И ленские столбы, белые ночи. Да. Мы впервые тоже увидели белые ночи. Очень красиво. Ленские столбы, ледник. У меня же мечта забылась. Да. Убывая? Ну, не... Побывать? Ну, не побывать на леднике, но там же лед и поиграть в снежки. Летом. Летом, да. В шортиках. Тебе это удалось? В шортиках. Да, это удалось. А ты поднялась на ледские столбы? Да, поднялась. Загадала желание? Да, загадала. Очень красиво. Искупалась, да? Да, искупалась. Да, искупалась. Очень теплая вода была, да? Да. Наши дорогие гости заметили, что наши национальные праздники имеют единый корень. Национальный праздник Иса, Асоха, танец, который танцуют все. И он почему поразил нас? Он еще схож с нашим танцем. У бурят-монголов у нас тоже есть такой танец, йохор, тоже круговой танец, обрядовый, так же, как и у вас. Но танцуются немножко по-другому. Но нас поразили масштабы, конечно. Насколько масштабно празднуется Иссех. И как каждый якут готовится к этому празднику. Задолго до праздника начинаются приготовления, костюмы, украшения и так далее. На празднике Иссех, и как оно, на нашем празднике на дом, все такие довольны, все такие счастливые. Таких лиц вообще нигде не увидишь во всем мире. Потому что на праздник приходят люди с такой чистой душой. И они хотят, у них бывают встречи, вот кочевников, да, вот собирается как бы в этот день, в этот летний такой праздник, такой чудный праздник. И вот это, не опыщу ему словами, это нужно прочувствовать. Вот я на Иссех побывала первый раз. Меня тоже поразило это такое, ну, грандиозное оно только праздник был. Еще она там, ну, люди вот делают. Ну, меня вот поразило, что такое они счастливые в этом приходят на этот праздник. И вот, ну, они вот приходят на праздник своими, трудовыми этим, как бы, ну, как, ну, после проделанной работы они такие счастливые приходят. Вот, увидела в них в глазах вот этот успех работы, как они делали, выполняли эти работы, да, вот это сразу видно было от их вот лиц. Вот, вот, я очень была прожена таким разбахом, таким масштабом вот этого праздника. Во-первых, это, конечно, язык. Это в якутском языке примерно 25, да, процентов от монгольских слов. А, 30 даже процентов. И мы, получается, с якутскими, ну, друзьями нашими постоянно вот говорили, что вот у вас, например, у нас былык, а на якутском былык. Затем и тыль есть слово, потом очень много слова, и минсан. И когда, вот это первое сходство, да, скажем. И второе, мы, когда якуты приезжают в Монголию, или мы, например, приехали в Якутию, нас считают все якутами. Мы похожи внешне. И вчера обнаружили то, что вот у, ну, рассказывали про детей монголов, что вот они рождаются с пятном Чингисхана, ну, на попе, да, синего цвета. Это знак вечного синего неба. И у якутов тоже дети, получается, рождаются с пятном Чингисхана. Значит, мы все предки великого Чингисхана. И затем, вот на празднике мы обнаружили вот танец, вообще некоторые традиции, ну, как бы обряды, обычаи. Они все равно перекликаются. Есть вот обычаи подношения, например, местности, духом местности. Мы вот тоже, перед тем, как, ну, скажем, есть дорога, есть священное место, мы обязательно останавливаемся и делаем подношения, да. Это вот у якутов тоже есть такое. Якутский народ поражает тем, что вы сумели сохранить свой родной язык. Это, во-первых, свои культуру, традиции. И желаем от души процветания якутскому народу здоровья, самое главное. И пусть о Якутии, о якутском народе узнает весь мир как можно больше. Потому что Якутия – благословенная земля. Нам здесь очень понравилось. Хочу пожелать монголам, бурятам, которые живут в Якутии, всего самого наилучшего. Скоро у нас будет праздник «Надом». Это один из главных праздников бурят-монголов. И с наступающим праздником «Надом». А всему якутскому народу хотим сказать большую благодарность за гостеприимство. Вы все такие классные. Нам очень сильно понравилось Якутия. Благодарим вас. Я буду молиться за мир во всем мире. Счастья желаю. И чтобы они процветовали. Чтобы они жили счастливой жизнью. И чтобы вот это знали, что если вот, ну, знаете, вот приезжайте к нам, нам, в Монголию. Вот. Мы ваши как бы братья. Вот. И вот. Так что приглашаю вас всех в Монголию. Да. Мы вас тоже гостеприимно будем встречать. Но такого гостеприимства я вообще не встречала в России. И вот это такой регион, который, да, очень, я так отмечу, вот такой народ, они очень гостеприимный народ. Я желаю детям Якутии счастья, здоровья, благополучия. Учиться на одни пятерки. И слушаться родителей. Паломнический ретрит, в которых Бахсибархай делится духовными знаниями, перерос сегодня в межнациональный проект. В проект, в котором все участники попадают в мощное энергетическое поле Бахсибархай, обогащаются новым духовным опытом, чувствами и переживаниями, находят те эмоции, страхи и блоки, которые мешали двигаться по пути своего предназначения и раскрывают свой потенциал с легкостью, прорабатывают, трансформируя их и начинают жить по-настоящему. Вера, которая помогала нашим предкам, помогает и по сей день. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok